Съемка новой автомобильной программы для канала СИТВ чуть не закончилась настоящим ДТП. А диджей и радио Сигма переквалифицировались в массажистов. Анна Попова с подборкой онлайн новостей. Новый Уренгой. Город, в котором зимой холоднее, чем в морозильнике. Здесь мало ходят и много ездят. Поехали. Премьера на СИТВ. Итак. Холодный запуск. Сегодня. Программа о том, как завестись. Мы поговорим именно об этом. И не замерзнуть. НУР-24 анонсировал премьеру на СИТВ. Программу про автомобили «Холодный запуск». В первом выпуске ведущий Константин Сиера решил протестировать новую Тойоту РАВ. Но съемки пошли совсем не по плану. Короче, чтобы вы понимали, тест-драйв прошел, короче, удачно. Мы по классике жанра просто усадили тачку в снегу. Это было не специально на самом деле. Да, такое в Новом Уренгое случается часто. Едешь вроде бы по ровной дороге, а потом внезапно оказываешься в кювете. Но все закончилось хорошо. Обновленный РАВ выдержал испытания без единой царапины. Холодный запуск можно посмотреть в эфире канала СИТВ и на ютуб-канале группы компаний «Сигма». Фанс, Фанс. Что? Посмотри, ты что-то как-то посыпался, походу. Соберись! Соберись, тряпка! Массаж и викторина. Они как дельфин и русалка. На первый взгляд не пара. Интригует инстаграм-аккаунт «Радио Сигма». Последние дни диджеи творят в эфире что-то невообразимое. Они устроили конкурс «Спасите». Ты приходишь на радио и отвечаешь на вопросы, пока тебе делают массаж. Все это, конечно же, в прямом эфире. Весна близко. А вы уже выложили селфи в одноразовой маске? Инстаграм завален истерическими постами на тему коронавируса. Очень надеюсь, что это скоро закончится. А пока советую почитать страничку тревел-блогера Кристины. Девушка вместе с мужем уехала из Нового Уренгоя в Китай и на себе испытала, что такое настоящий карантин. Ребята провели в изоляции 14 дней. На улицу не выходили. Продукты заказывали по интернету. Но сейчас жизнь в Китае налаживается. Город ожил. Уже опять на улицах пробки. Все гуляют и снимают на телефоны весенние цветочки и другую красоту. Единственное отличие – маски на лицах. Ну и запах хлорки, пишет Кристина. Так что не поддаемся панике и пользуемся моментом хотя бы для того, чтобы как следует отдохнуть. Спишемся онлайн.